Ну вот вы сами видите, в июле квартира подорожала на 137, в августе на 275 тысяч. То есть получается, что за три месяца стоимость жилья увеличилась на полмиллиона. Мечта московского учителя купить квартиру в этом доме теперь сбыться не суждено. К новостройке в одном из районов Химок Кирилл Антонов начал присматриваться еще весной. Но в октябре, когда пришло время вкладываться в недвижимость, цены его, мягко говоря, удивили. По весне с супругой решили купить квартиру, присмотрели варианты. Ну и так сложилось, что летом решили съездить в отпуск. Ну как бы деньги потратили, ну и сейчас в сентябре, думаем, так, надо бы нам подобрать жилье опять. Вернулись к тому же варианту, к этой же квартире, осмотрим, она подорожала на полмиллиона. Мы так что-то подумали, а какой смысл нам в Химках покупать квартиру за такие деньги, если мы можем купить ее в Москве. Химки впереди России всей. В рейтинге городов, где цены на новостройки заметно подскочили. Об этом в октябре сообщил портал Домофонд. По данным исследований, в Химках средняя стоимость квадратного метра жилья за три последних месяца перевалила за 110 тысяч рублей. Рост составил более 14%. Это абсолютный рекорд среди всех регионов страны. Так, например, у следующего за Химками Новосибирска этот показатель менее 7%. Есть несколько причин скачка цены. Основная из них – новая схема финансирования строительства. Эксперты строительной отрасли говорят, цены подняли не все, но многие. В июле вступил в силу закон о запрете долевого строительства. И новые правила вытеснят с рынка многих. Ведь строить теперь можно только на кредитные деньги. А банки будут работать с теми, кто хорошо себя зарекомендовал. Соответственно, застройщикам выделяется кредит, который они должны обслуживать. Ранее, например, долевое строительство осуществлялось за деньги дочеков. И в соответствии выгоднее было купить на котловане максимально дешевле, чем уже в построящемся доме. И дочки активно вкладывались. Впрочем, теперь дешевых квартир на раннем этапе строительства в Химках осталось мало, говорят эксперты. И это также повлияло на общий рост стоимости недвижимости в Химках. У нас в Химках самый крупный застройщик – это был ПИК, поскольку он уже закончил свое строительство. Больше таких больших крупных застройщиков мы не наблюдаем в Химках. Есть ММАИС, который тоже, опять же, у него остались буквально 2-3 объекта. Но они уже на уровне последних этажей, то есть они уже практически все распродали. Поэтому, да, у нас сократилось. Было больше, сейчас стало меньше застройщиков. И, опять же, это, наверное, влияет на цену. Сейчас спрос на жилье в Химках превышает предложения, говорят специалисты. Отсутствие массовых застроек и запрет на долевое строительство – все это объясняет, почему Химки более чем в два раза обошли другие регионы в рейтинге городов с резким подорожанием жилья. Ко всему прочему, соседство с Москвой, развитые инфраструктуры, близость к аэропорту делают город привлекательным для желающих приобрести недвижимость. А значит, цены на жилье здесь будут продолжать расти.